Как принимать платежи онлайн с вашего сайта на WordPress? У меня есть демо-лендинг, который у меня готов. Я продаю здесь цифровые продукты, но у меня здесь нет онлайн-оплаты, чтобы человек мог прямо с сайта оплатить курс, цифровой продукт или любую другую услугу, физический товар и так далее. Как это реализовать быстро, без знания кода на вашем сайте WordPress? Я нашел интересный сервис под названием Fondi, который предлагает очень быстро внедрить систему онлайн-оплаты на ваш сайт под управлением WordPress. И не только WordPress, вы можете сами ознакомиться на сайте Fondi.ru, какие платформы, КМС, движки поддерживает Fondi. Как это работает? Мы подключаем Fondi к нашему сайту, внедряем, например, кнопку. Человек, покупая с нашего сайта продукт или услугу, ваши деньги попадают в личный кабинет сайта Fondi, где вы потом сможете вывести их удобным для себя способом. Через Fondi можно оплачивать со всего мира. Вы можете сами посмотреть преимущества на сайте Fondi, прием платежей по картам и электронным кошелькам, более чем 100 локальных валют. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. В моем случае у меня на сайте лендинги один цифровой продукт, который я хочу продавать онлайн. В данном случае мне подойдет платежная кнопка. Как отреализовать, в этом видео я покажу. Важный нюанс. Если у вас большое количество товаров, то вам больше подойдет специальный плагин от Fondi, который интегрируется, например, с интернет-магазином WooCommerce на WordPress. Данный плагин вы можете скачать именно с Fondi.ru абсолютно бесплатно. В этом же видео я буду показывать, как организовать именно кнопку Fondi на сайт WordPress. Нужно подчеркнуть несколько важных моментов. Если вы работаете в Российской Федерации, то принимать платежи с Fondi вы сможете только, если вы частный предприниматель. Второй важный момент. Ваш сайт должен быть готов полностью. На вашем сайте вы должны разместить две страницы. Политика конфиденциальности и оферта. Для того, чтобы пройти модерацию в компании Fondi. Далее. В самом начале нам нужно произвести бесплатную регистрацию на сайте Fondi. Я нажимаю здесь «Вход». Мы увидим вот такое окно. Можем нажать «Зарегистрироваться сейчас» или авторизоваться через популярные соцсети. Я зайду через Google. Нажимаю «Войти». Выбираю один из своих аккаунтов. Далее нам предлагают создать мерчант. Здесь описано, что это такое. Нажимаем «Создать мерчант». Это важные шаги, которые обязательно нужно проделать. Давайте выберем страну. Я выбираю «Россия». Тип аккаунта. Можно выбрать или ИП, или юридическое лицо. Я выберу ИП. В следующих полях сайт. Тот сайт, с которого вы будете принимать платежи и подключать фонди. Я выбираю свой сайт. Далее мы записываем номер телефона. Нажимаем «Продолжить». Если на каком-то шаге у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда сможете нажать вот здесь вот «Онлайн-поддержка», увидеть удобный чат и задать свой вопрос в службу поддержки фонди. На этой странице вы видите «Онлайн-кассу». Вам будет необходимо заполнить здесь все поля. Как я говорил ранее, в моем случае мне не нужен плагин. Мне подойдет просто кнопка для моего сайта. Так как у меня один или несколько товаров. Здесь мы видим слева меню. Находим «Платежные кнопки». Кликаем сюда. Далее мы видим с вами кнопку «Конструктор кнопок». Нажимаем на нее. Первое – ID мерчанта. Это наша информация. Наш сайт, который мы только что добавили. Далее все очень просто. Название кнопки – тот текст, который будет на самой кнопке. Я пишу «Купить курс». Валюта. В той валюте, в которой вы хотите, чтобы вам оплатили курс. Я выбираю рубли. Здесь вы пишете «Сумму курса». Тип кнопки «Платеж» или «Регулярные платежи». В данном случае возможно сделать подписку на вашем сайте. Регулярные платежи – это значит, человек будет платить за подписку на вашем сайте, например, каждый месяц. Эту информацию вы сможете настроить ниже. В моем случае это платеж единоразовый за мой курс. Поэтому я здесь выбираю платеж. Описание платежа, за что платит ваш клиент, опишите здесь. И вы можете добавить дополнительные поля. По кнопке «Добавить свое поле». Какие это могут быть поля, вы можете увидеть вот здесь. Например, адрес сайта. Это поле появится рядом с платежным шлюзом. То есть человек оплачивает ваш курс и плюс надо заполнить поля. Например, ввести адрес сайта. Или это может быть e-mail адрес, либо числовое значение. В моем случае мне не требуется добавлять дополнительные поля, поэтому я это окно закрою. Далее у нас здесь есть вкладки «Дополнительные параметры». Язык кнопки. Можете выбрать из предложенных. У меня это русский. Далее вы можете указать обратные ссылки для связи. ID продукта. Допустим, моя кнопка готова. Нажимаем «Сгенерировать». Ниже мы с вами видим, у нас есть короткая ссылка на страницу оплаты в фонде. Этой ссылкой мы можем делиться в социальных сетях, как дополнение к нашему сайту. Дальше мы можем настроить дизайн кнопки. Сейчас мы видим, как она выглядит в реале. Исходный код, который нам нужно вставить на сайт. Давайте посмотрим несколько вариантов. Так как я сайт лендинг делал на WordPress, используя конструктор страниц, у меня есть возможность делать свои кнопки через конструктор на WordPress. Поэтому мне подойдет ссылка. Я могу кликнуть по ней, и в новой вкладке я могу увидеть, как будет выглядеть страница оплаты в фонде для моего клиента. То есть человек будет видеть сумму, и дальше он сможет ввести данные своей карты банковской и нажать «Оплатить». То есть симпатичнее такое окно. Видим, что здесь вот мой сайт подставляется. Я копирую эту ссылку, иду на свой сайт, захожу в режим редактирования. В данном случае я использую конструктор Elementor, так как кнопки у меня здесь есть для моего курса. Я просто захожу в режим редактирования, ссылка, вставляю ссылку. Далее я решаю, открывать ли ссылку в новом окне или нет, и нажимаю «Обновить». И давайте посмотрим, как это выглядит с сайта. Я обновляю страницу своего сайта, нахожу кнопку, кликаю по кнопке, и у меня открывается оплата. То есть все очень просто и понятно. Человек сможет просто оплатить ваш цифровой продукт или товар, услугу. И по сути у нас с вами все готово. Теперь посмотрим второй вариант. Если вы используете какой-то простой шаблон на WordPress, и у вас нет возможности красивую создать кнопку, фонде предоставляет возможность настроить дизайн кнопки. Смотрите, название «Оплатить». Я пишу «Купить курс», и мы сразу можем видеть, как выглядит кнопка ниже. То есть демонстрация данной кнопки. Цвет фона. Кликаем вот по этой плашке, и вы можете выбрать тот цвет, который вы используете на сайте лендинга, чтобы кнопка вписывалась в дизайн вашего сайта. Я возьму, например, желтую кнопку и нажму «Ок». Вот у нас кнопка окрасилась в желтый цвет. Цвет текста я оставляю темный, так как кнопка светлая. Цвет контура. Я выберу тот же цвет. Дальше. Отображать логотипы платежных систем прямо в кнопке. Поставим галочку «Виза», «Мастеркард». То есть кнопка уже выглядит более солидно. То есть как она выглядит здесь, так же она будет выглядеть и на сайте. Далее вы можете ползунками настроить контур, толщина контура кнопки, шрифт обычный, жирный, размер шрифта на кнопке, углы, скругленные или нет. Показать сумму на кнопке. Достаточно просто и быстро. Когда мы кнопку с вами настроили, ниже мы видим исходный код. Полностью его копируем. Возвращаемся на наш сайт. В данном случае я удалю кнопку. Вставить можно через HTML плагин. В данном случае у меня HTML есть плагин специальный от Elementor. Также можно вставить в виджете. То есть у нас есть от WordPress виджеты. Видите, так просто я вставил кнопку, она у нас уже располагается. На сайте я нажимаю обновить страницу. Иду на сайт, обновляю страницу. Видим симпатичную кнопку. По клику все работает. Нас перебрасывает на сайт фонде на оплату данного курса. Все ваши покупки с вашего сайта, когда вы подключили фонде, вы удобно сможете смотреть прямо на сайте фонде. Здесь есть и аналитика, и клиенты, и платежи. Вся информация будет находиться здесь. Это очень удобно и просто. Подключайте фонде к своему сайту на WordPress и принимайте легко онлайн платежи с вашего сайта. Также ссылка на сайт fondi.ru я оставлю в описании к этому видео. Фонде Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok